Я городской стражник. Живу здесь долго и знаю много историй. Вот одна из них случилась здесь ровно 300 лет назад. На этом самом месте похоронен человек по фамилии Панике. Ах, скажу я вам, что это был за человек? Это был пастор. Он приехал к нам сюда из Германии для того, чтобы нести святую веру, проповедовать лютеранскую веру. И вот в один воскресный день, а вернее утро, он пошел в таверну. В таверне не было никого людей, кроме одной девушки, которая работала и на кухне, и с клиентами. Он заказал ей яичницу и пиво. Она принесла ему пиво и яичницу. Пиво оказалось холодным, но оно таким и должно, впрочем, быть. А вот яичница показалась ему подгоревшей. И он попросил ее заменить. Девушка с неохотой, но исполнила эту просьбу. Работала долго и где-то примерно через час в панике получил на стол новую яичницу. Но она оказалась хуже прежней. Он ей слово, она ему в ответ пять. Такой приступ гнева охватил его, что он схватил топор для колки дров, для камина. И дальше ничего не помнил. А когда очнулся, несчастная девушка лежала перед ним, окровавленная, мертвая. И ни одного свидетеля этому происшествию не было. Пастор паники с ужасом выбросил топор, схватил свои вещи и умчался в кирху, которая находится совсем здесь неподалеку. Пюхова ему, святого духа. Помолился там, понял, какой огромнейший грех он совершил. И направился прямиком сюда, в здание ратуши. Придя к ратманам, он сказал, казните меня, я совершил убийство в святой воскресный день. То есть, как вы понимаете, была бы это суббота или пятница или четверг, сошло бы, наверное, с рук. Но это было воскресенье. И вот по просьбе пастора паники, его казнили прямо здесь, на Ратушной площади, чего ранее никогда не делали, ведь обычно казни проводили у нас за крепостными стенами. Его казнили тут и похоронили тоже тут. В назидание потомкам, по просьбе самого пастора, чтобы всякий проходящий это место знал, что каждому человеку может обуять дьявол и толкнуть на немыслимые поступки. Ратуши. Продолжение следует...